Ещё факт один, вопиющий. В этом году, 22 июня, идёт встреча соотечественников, и руководитель Госархива страны делает заявление, что не было никаких 28 героев-панфиловцев. Это что такое? У меня брат погиб, у меня есть справка. Там всё перепутано, там всё перепахали, там разные дивизии были, там, возможно, были и другие дивизии, но они погибли, они уже герои. Он через 74 года заявляет, не был, это сталинская выдумка. Это что такое? У него контракт заканчивается, я попросил бы не назначать больше его, не продлевать. Такие люди не должны руководить Госархивами. Через 30 лет нам скажут, что наши лётчики в Сирии тоже зря проливали кровь. Тоже научные чуваки, которые почитают западные газеты или послушают радио «Эхо Москвы». Он дошёл до того, что Молотов-Риббентроп-Пакт не нужно было заключать. Чуть ли это не преступление, то ты сам попробуй в 41-м году спасти страну нашу. Мироненко его фамилия. Вот это вот как бы проблемы. Вот по языкам. Хотят два иностранных вести в школах. Я против. Даже один факультатив должен быть. Нельзя заставлять в национальных регионах русских детей учить национальный язык. По желанию. У нас государственный язык русский. И нельзя с детских лет, с детского сада начинают заставлять. Ну, 100 километров язык кончается. Что будет делать мальчик? Мордовский изучил, поехал в татарию татарский, поехал в финно-угорский. Ну, чего издеваться-то? Эти языки все кончаются 100 километров. Полчаса на автобусе. Даже иностранный, международного плана язык очень... Я 4 языка учил. Лучше бы я ни одного не учил. Сколько сил потрачено? Полно переводчиков. Интернет, смартфон, все тебе переведут моментально. Надо думать хорошо. Кто хочет работать переводчиком, преподавателем, пожалуйста. Но вбивать в голову надо, чтобы экономистами они были. Соображали, чем им нужно заниматься. Гуманитария.